В команде, конечно, считается Ярмоленко, как бы, ну, он главное звено в нашей команде, через него идет игра, поэтому есть чему учиться у него. С Наполея защитник, не помню фамилию, правый защитник, ну, Хоса Хай, да-да-да, ну, точно не помню, как фамилия правильная. Нур Смеймаром. Любимый футболист. Нравится, как он действует на поле, нравится его дриблинг, то, как он играет вообще, ну, есть чему. Ну, смотришь на его игру и понимаешь, что это, конечно, топ-уровень и стремишься туда. Честность. Когда, например, человеку тяжело, он может подойти, тебе помочь. Это, если честно, для молодого игрока это очень важно. Именно если брать футбол, да, то когда тяжело, то когда может человек подойти и поддержать, сказать, что все хорошо, работай дальше, это помогает. Подвость. Очень не люблю подвость. Особенно на футбольном поле. Ну, я не знаю, если честно, даже так, если пересчитывать, наверное, подвость это для меня такое самое, да, неприятное человеку. Наверное, наверное, Карван Чавоти. Ну, вот, не знаю, почему-то хочется с ним. Вообще, я думаю, с любым тренером из топ-клубов хотелось бы его попробовать, но, не знаю, почему-то вот Карван Чавоти. Ну, Неймар, наверное, да, если бы умел разговаривать на русском или я на испанском. Ну, конечно, Месси, Крещано Роналду. Вот, наверное, да, с Крещано Роналду. Хотелось бы спросить, как он добился всего. Ну, понятное дело, это его работа, все. То, что он делал на протяжении всей карьеры, он действительно много работал, это многие специалисты говорили об этом. И хотелось бы у него самого спросить, как все это происходило в его жизни. Первое время старался поменьше в телефоне сидеть, думал только о матче, а потом как-то все легче стало намного. И поэтому нет такого, чтобы я не мог позвонить, поговорить с кем-то или фильм посмотреть, например, почитать книгу. Ну, то есть обычно, обычная подготовка к матчу. Я думаю, не очень, ну, мне повезло, что я все-таки оказался в Киевском Динамо. Меня воспитали как футболиста. Здесь я обязан всем. И, наверное, то, что Сергей Станиславович, конечно, поверил в меня, и это, наверное, тоже самый ключевой фактор. Ну, и, конечно, работа. Работа над собой. И те люди, которые мне помогали в этом, я всем благодарен. Ну, это страна, в которой я вырос. Все детство я здесь провел, все самые лучшие воспоминания здесь. Поэтому я люблю эту страну за те воспоминания, которые она мне подарила. И поэтому хочется, чтобы наша страна играла на чемпионатах Европы, мира. Мы будем для этого все делать. Тяжело сейчас. То, что творится в Донецке, вообще на востоке Украины, это, конечно, тяжело. И поэтому для нас, футболистов, наверное, сейчас самое главное, это показывать результат, чтобы люди не теряли надежду, чтобы мы хоть как-то им могли помочь.